итак друзья всем привет приветствую вас на моем канале сегодня у нас очень молодой домашний козленок то есть его мы его привезли попросили закопить но уже заказчик видите что наделал то есть разрубил на куски вот такие вот куски в общем это это никуда не годится такими кусочками но мы попробуем сделать красиво попробуем сделать вкусно поэтому мы сейчас берем наш нож ягненка козленка и разрезаем на куски куски будут меня вот такие конечно хотелось бы сейчас прорезать вот так и сделать как будто бы на шашлык то есть можно в коптильню повесить на шапурах но я еще не знаю что у нас получится то есть и поэтому я так делать не буду на мелкие куски я сделаю вот такие как они нарубили просто разрежу в общем сейчас разрезаю и покажу что мы будем делать дальше так вот друзья разрезали мы на вот такие кусочки точнее сделал заказчик вот такие вот кусочки я хотел бы сделать ее полностью так бы было сочнее и вкуснее дальше мы берем нашу кастрюльку берем рассол напоминаю что рассол у меня идентичен то есть что для птицы что для козленка для свинины у меня он идет 20 процентной то есть на литру воды мы берем 200 грамм соли конкретно сейчас я взял конкретно сейчас я взял 200 грамм на литру воды 200 грамм соли и 5 граммов перца кориандр чесночок чесночок я взял не молотый обычный такой сырой натер на терку и то есть мы сейчас будем этим рассолом шприцевать то есть рассол точнее рассол мы закипятили потом я кинул туда этот чеснок там у меня лаврушка была тоже кинул все это остыло и холодным рассолом мы сейчас это шприцуем напоминаю что здесь я сейчас не использую нитритную соль просто рассол и вот таким вот делами мы накалываем наше мясо то есть сейчас я это все сделаю и включусь покажу что мы будем делать дальше так вот друзья все мы накололи и сейчас все сложили в кастрюльку и заливаем остатком нашего рассола то есть тут остались осталось немного специй чесночок перчик sky все хорошенечко запитается видим да у нас по завязку как-то так сейчас это все мы накрываем пленкой и отправляем в холодильник я думаю будет солиться у нас примерно двое-трое суток наверно двое все таки и мы скоро встретимся ребят пленку я не снимал так как он очень молоденький козлик то есть тут нечему мариноваться видите да то есть очень все все очень маленькое так ну что в холодильник и до скорых встреч так ну и вот ребята наш козленок уже в коптильне видим вот такие кусочки да здесь ребрышка здесь мякоть то есть сейчас она немножечко у нас просохнет там где кусочки поболее я их немножечко проварил до температуры в 68 градусов то есть они уже готовы и сейчас они немножечко подсохнут и мы дадим дымок то есть ребра тонкие я не стала их отваривать то есть сейчас дадим температуру и я думаю они приготовлются будут сочные и вкусные вот так вот у нас получает вот такой козленок так ну что пускай подсыхает и потом включим дымок я еще включусь друзья ну вот и закончилось коптение к сожалению меня видео не сохранилось как я запускал дым ну в общем я сейчас вам расскажу что у нас было по порядку то есть ребрышки и мясо выставили в коптильню она у нас провело часика два немножечко обветрилась подсохла и мы пустили дым я дал температуру сразу 85 градусов чтобы оно взяло цвет то есть тут были маленькие кусочки они должны были при такой температуре хорошенечко пропеклись и приготовиться эти же кусочки где больше у нас ножки и делать хребет то есть они больше но они были уже сваренные то есть они были уже готовы нам нужен был только цвет но такое у нас получилось с этой стороны такое давайте сейчас возьмем какой-то очень маленький кусочек попробую хочу попробовать на соль что получилось и как раз покажу вам так ну и вот друзья взяли мы вот такой вот кусочек маленький давайте просто хочу попробовать не соленый сделали что ты сейчас мы смотрим что у нас на срезе то есть срез у нас вот такой вот видим да должно быть готово все тут да друзья готова он малосольный очень вкусный запах казненка вообще не чувствуется даже шашлыках когда вот шашлык делаете да когда горячий вообще классно все офигенно ну когда он остынет у него есть немножечко такой специфический вкус и запах вот здесь этого нет вот видите жир нету нету специфического вкуса вот как будто бы жир вот сравнить вот так вот и с копченой уткой или с копченой курицы вот что то там то есть вообще не скажешь и это даже был козлик маленький а вкус вареного то есть я пробовал вкус вареного был то есть как бы копченость дым вот это все убирает но шашлык вот шашлык не уберет такой запах но так получилось очень классно вкусно да нужно будет людям килограммчик скинуть за то что я взял кусочек но в принципе очень вкусно да показал вам что же получилось ну там то готово оно варено мясо то есть ребят кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал будет еще всего много интересного всем пока спасибо Продолжение следует...